What do you take with us in hiking? And Julia asks Masha, what does she take? День Учителя – это особый праздник для нашей Родины, а Старый Оскол, как известно, славится своими педагогами, которые покоряют страну новыми разработками и достижениями. Юлия Естафьева – учитель английского языка 40-й школы, что называется, не просто ходит на работу, а старается прогрессировать на своем рабочем месте. И за свой упорный труд в этом году она получила президентский грант за разработку уникальной методики обучения. Это технология коммуникативного развития, коммуникативных навыков у учащихся среднего уровня образования. Это пятые, девятые классы. С помощью приемов и методов, которые я использую в своей работе, мы развиваем нашу самую главную, достигаем самую главную цель – это развитие коммуникативных навыков. То есть мы стараемся говорить то, чего боятся дети очень сильно. Три года эта технология используется при обучении детей и уже приносит свои плоды. Юлия Естафьева вместе со своими учениками посещает англоговорящие страны, где ребята показывают высокий уровень владения английским языком. Мне посчастливилось посетить неоднократно уже страну, язык, который мы изучаем вместе с некоторыми своими учащимися. Я хочу констатировать факт, что они не испугались общения с носителями языка. Все было абсолютно хорошо. Они справились со всем, что было у них поставлено на курсе, где они проходили обучение. Еще один учитель 40-й школы за свои заслуги в этом году был отмечен на доске почета Староскольского городского округа. Павел Баштырков – учитель химии. Преподает уже 17 лет. Работает ради детей и на благо нашего будущего. В школе меня держат дети. Особенно те дети, которым нужен предмет химии. Кто-то из этих детей придет в школу работать учителем химии. И такие уже есть дети. Кто-то будет заниматься наукой, кто-то пойдет в медицину и будет нас потом лечить. А нам нужны хорошие специалисты в нашей стране, чтобы у нас были хорошие учителя, хорошие ученые, хорошие инженеры, хорошие врачи. Любовь к детям и своему делу – главная черта педагога по призванию. Бывают, конечно, и трудности в работе, но они только подогревают интерес и подталкивают к саморазвитию. Дети, которые еще только начинают жить, у них только начинается формироваться правила поведения, правила умения работы, общение со взрослыми, общение с собой. Поэтому первая трудность – это общение с детьми. Это первая сложность. Вторая сложность – это сложность самого предмета. Предмет очень сложный. И, как обычно бывает в школе, сложные предметы дети не любят. Они любят то, что им легко дается, то, что можно легко прочитать, запомнить и пересказать. А те предметы, в которых требуется постоянная работа, где нужно помнить весь пройденный материал, а не только параграф прошлого урока, детям это дается очень тяжело. Это вторая сложность. Учителя справляются со своим нелегким делом. Дети вдохновляют и задают темп. Но тем и увлекательнее сама профессия. Особенно, когда видишь плоды своего труда в состоявшихся образованных гражданах своей страны.